Ваша честь, 1 мая 2015 года я и моя семья дважды становились объектами беспричинного, агрессивного и противоправного нападения со стороны потерпевшего Кирилюка и его друзей. При первом нападении в 18 часов во дворе моего дома не сильно избили моего отчима Исаева Дениса, отчего он был госпитализирован и на сегодняшний день состояние его здоровья остается подорванным. Также я был сильно избит потерпевшими и его друзьями. Кроме того, потерпевшина привела на меня свою собаку, отцовскую собаку, которая была бездомодника и поводка, которая меня сильно искусала. При втором встрече с потерпевшим и его собакой, которая уже однажды меня искусала, я опасался агрессивных и противоправных действий потерпевшего, тем более таковые с его стороны не заставили себя ждать. Сначала он без причины напал на мою маму, Исаеву Людмилу. Стал любить, толкать, при этом он сильно ругался. Рядом бегала его собака, и это усиливало агрессивность и опасность действий потерпевшего. Естественно, я ступился за свою маму, отчего потерпевший стал бить меня. Потом откуда-то у нее в руках появился нож. И в ходе борьбы я попытался забрать эту нож, а когда забрал, нанес этим ножом на один удар. Действовал я, защищаясь от противоправных действий самого потерпевшего в отношении себя и своей матери. Тем более именно потерпевший был инициатором этого конфликта, был агрессивен, явно не в трезвом состоянии. И понимал, что я просто боялся за жизнь и здоровье своей матери. Хочу сказать, что свидетели со стороны потерпевшего в суде говорили много неправды. Эти лица пытались рассказать суду, что это я и мой отчим оказались нападавшими. Это тот суд файл, что именно я и мой отчим оказались сильными ответами, опровергали показания. Также эти лица пытались показать, что я был еще и отрезан в состоянии. Я выводы брать на ваши проверки их. Я понимаю, что я не могу исчезать. Я понимаю, что потерпевшего в суде говорили, что я не могла отправить последствия на раб, что своих действий дали. Именно то, что я забрал его нож и его ударю с ним. Думал, я, возможно, подниму однократно, что под ножом не стоило в больнице избить себя. Подставить себя думаю о том, что я оказался в день в составе тюрьмы. Так же, я думаю, о том, что из-за первого человека рыбы сбыли. В тот момент вынужден сам надощить. Я просто здесь, кстати, защищу от того, что ваше честь, в феврале месячного года был инцидент. Прошел с потерпевшим и с гликотерином Касьянов терпевшим. И хоть даже не здорово, этот гликотерин Касьянов, он защищался от действий поддержившего защища. То есть там тоже, где-то по-настоящему пиажа общины, он защищался от нас. Я прошу прощения, что сказали, где-то имело место быть. Я хочу просто охарактеризовать его личность, какой он был. Ваша честь, с вашего позволения, я хочу обратиться к матери Дмитрия Кириллова. Любой Вайнер, я искренне сочувствую и соболезную вашей утрате. Я понимаю, мои слова могут показаться вам фальфью, но поверьте, я говорю о чистом сердце. Любой Вайнер, для вас, как матери, ваш сын всегда будет самым хорошим, и вы всегда будете его защищать. Но я прошу вас, перейдите через занавес, ненависть и злость ко мне, и вы увидите истинную причину произошедшего. Любой Вайнер, тогда то, что произошло, по-другому никак нельзя было этого избежать, так как я защищал свою мать. Вы, как мать, меня должны понять и поставить от меня на свое место. Хочу сказать, что, как вам не больно это слышать, но ваш сын Дмитрий Кириллюк, он поступил, он подлец и негодяй, так как он напал на женщину, он ударил мою мать. Мне ничего не оставалось, как просто остановить это. Ну, я, конечно, не вправе его судить. Любой Вайнер, вы были моей учительницей, и я вам за это благодарен. Я вас всегда уважал и уважаю. И, если можете, я не хочу быть для вас врагом. Если можете, пожалуйста, не держите на меня зла. Ваше честь, я прошу вас учесть все обстоятельства агрессивного и противоправного нападения противопешего и квалифицировать мои действия, как совершенные в состоянии необходимой обороны, возможно, и с превышением...